Кот убежал. Он если брызгается, то мощно брызгается. Так, сегодня у нас чай пить. Вчера у Миланки выпал зуб. И теперь ему где-то слой на кроша. Это меня смешно сегодня с утра. Посмотрите, какое я сделала красивой Миланке прическу. Ну, красота. Супер. Вчера леничка была. Сегодня последний день, можно сказать, в школе. Сколько пить я с него. У кого летом день рождения, будут приносить всякие вкусняшки, там договорились пиццу, принесут. У меня здесь 10 пицц. Да, 10 разных конфетки, сок. Отлично, да, милашка? Идеальный. Идеальный план. Ну, я куда-то убежала. Я хочу немножко брызгать. Всем доброе утро. Умылась сейчас сделала. Можно сказать, такой скраб у меня от Миксит. Вот такой вот очень хороший для лица. Хорошо отшелышивает и увлажняет кожу. Он такой, знаете, легенький он. И я его смешиваю с гелем. Ну, гель-масло для умывания, чтобы кожа была более увлажненная. Кстати, вот мы гуляли по Финскому заливу. Ездили, недавно я показывала, и на фестиваль тюльпанов ездили в парк. Подзагорели, что я, что Милан. Как бы лига не очень, да, а вот мы с Миланкой прям подзагорели заметно. И поэтому обязательно нужно, я уже рассказывала, пользоваться солнцезащитными кремами, увлажняющими обязательно. Потому что солнышко уже начинает активно работать. Так, сейчас я уже, как я сказала, сделала с каплей лица, с маслом тоником протерла лицо. То есть сейчас буду наносить на крем для век. Вот такой вот крем. Это мои прям ежедневные процедуры. Единственное, что не всегда я делаю, не каждый день, а скраб для лица. Где-то два раза в неделю. Но если это не скраб для лица, то просто вот, как я показала, такое вот масло для умывания. Масло, то есть это прям обязательно-обязательно. Причем и утром, и вечером. Так, крем нанесла. И сейчас мастералка тут на заднем фонере. И сейчас я буду наносить увлажнение. Это питание, это праймер, праймер масла от Mixed, кстати, с очень-очень приятным ароматом. Просто суперским ароматом. И вот знаете, я вначале думала, наверное, будет слишком жирное для лица, как бы, да, что вот если праймер, как бы, это подходит именно под макияж. Но ничего подобного. Очень хорошо увлажняет кожу, но в то же время, ой, как пахнет. Но в то же время, совсем не жирная кожа. И это я делаю, кстати, под крем. Потом я еще разошу крем, солнцезащитный. Но мне лично очень подходит. То есть не сильно жирная. Очень хорошо. Еще даже наносим. И, конечно, не забываем прошивку. И теперь я делаю легкий массаж. Вначале делаю рукой, как раз хорошо впитывается. Все, все масло хорошо впитывается. Кстати, массаж лица я уже делаю с ума, наверное, год до два. Вот года два, мне кажется, даже больше я уже делаю. Нет, я уже больше делаю. Я уже делаю три с половиной года. Точно, я три с половиной года делаю массаж для лица. Еще Миланка в школу не пошла. И я уже делала, увлекалась массажем для лица. Представляете, уже больше трех лет. Ой, что ж так шумишь. Уже более трех лет я делаю сама себе массаж для лица. Не хожу ни в какие салоны. Просто сама делаю массаж. Причем я делаю утром-вечером массаж. В среднем где-то по 7 минут. Вот так вот. То есть утром минут 7 и вечером. То есть когда я умываюсь, наношу все эти масла и крема, я сразу делаю массаж. Делаю рукой. Массаж разный. Кожа после массажа более подтянута. Особенно если вы это делаете каждый день. Это постоянно, регулярно. То кожа заметно улучшается. Цвет лица становится более подтянута. Самое главное это делать кверху. Вот так вот, как бы, приподнимаем. И не сильно давим. То есть все такое, знаете, в меру. Не еле-еле так касаемся, а чуть-чуть надавим. Но совсем чуть-чуть. То есть никаких неприятных, чтобы не было ощущений. И потом можно даже, знаете, без всяких массажеров. Делаем руками. Немножко можно разогреть. И делаю вот так вот массаж. То есть разогреваем кожу. Перестираем. Тоже все кверху. Так вот, как бы, приподнимаем. Видите, даже видно, кожа немножко покраснела. Совсем такое легкое покраснение. И это нормально так должно быть. И потом берем пальчики. И вот так вот, как будто бы, слегонечко, только как будто бы растягиваем. Стираем кожу. И вот так вот делаю я, допустим, днем, утром. То есть когда умываюсь руками. Вот, а вечером я, допустим, еще делаю скрипком. Сейчас покажу. И одним из массажеров у меня есть вот такой наборчик. Это ролик я держу в холодильнике с натуральным камнем. Я держу в холодильнике. Потому что сразу хорошо анонизирует кожу. Приятное ощущение. Если есть с утра какие-то отеки, то все это убирает. И вот такой вот маленький. Это вот очень хорошо вейки массировать. Очень приятное ощущение, когда она прохладненькая, с мельтинькой. Лето вообще класс. И вот так вот, как бы, мы раскладываем. И, конечно, про шею не забываю. Ну и... Достаем с грибом. Это натуральный камень. Вообще они продаются разные абсолютно. Есть на Балберс, на Азон. Есть даже в Фикс Прайс. На Фикс Прайс, наверное, натуральный камень. В общем, они есть абсолютно разные. И делаем вот эту сторону по линии подбородка. И все вот так вверху. Делаем вот здесь как-то такие защитники. Вот этой стороны очень хорошо делать. В линии скул. И так же вверху. И теперь можно делать еще вот так вот. Слегка я, то есть ничего не тянет. Придерживаю в одну сторону. И как будто бы раскладываю. И потом наоборот. И, конечно, еще вверху буду делать. Какие-то маленькие легкие отерки. Все это легко можно убрать. Знаете, когда вечером много воды выпил, чем-то солененькое. Съела рыбку. И много воды, жидкости напилась. И вот чтобы согнать всякие небольшие отерки. Все это можно вот так вот массажик сделать. Только тоже не сильно давим, конечно. И у меня есть еще вот такой вот тоже массажер. Так вот за лицо. Тоже очень классный приборчик. Так вот выглядит. С камнями он катается. И вот так вот вводим по лицу. В зоне лба, так вот посерединке. Тоже очень приятное ощущение. Такое легкое покраснение. И, конечно, здесь так тоже все это разглаживаем. Разгоняем. Если есть отеки. Конечно, зона шеи обязательно. Наташу зону декольте тоже вот так вот помассировать седойкими, легкими движениями. Конечно, потом массажеры протираем. Я протираю перекисью и убираю по своим местам. Ну и так как у нас солнышко, я буду обязательно наносить солнцезащитный крем. Очень мне нравится. Я уже говорила, что здесь фактор 30 с алоэ вера. Очень красивый дюбик в виде алоэ. У меня заканчивается. Нужно их заказать. В меру густой, но очень-очень хорошо впитывается. Очень. То есть он такой, знаете, не прям плотный. Хорошенечко, легкими движениями, конечно, его размазываем. Он вообще практически без запаха. Такое что-то легкое-легкое, практически без запаха. Я, когда каждый крем наношу, всегда делаю массаж лица. Любой крем. Ну и теперь я буду наносить тональную основу. Тоже, кстати, спав фактором защиты 15. С коллагенчиком. Вот такой вот крем для лица. Ну все, теперь можно делать макияж. Миланка сейчас в кинотеатре с классом. Приехали за ней к кинотеатру. Все, заберем ее и поедем погуляем. Поедем в парк. Заедем, девчонки ходят кончики вкусные. Как-то заказывали с разными начинками. Я, конечно, не буду, но сдержусь от них. Знаете, что хочу? Хочу попробовать заморозить их. Вот, прочитала, что можно. Ой, как брызгает сюда вода. Прочитала, можно пончики заморозить. И они будут, когда захотите, разморозить. Размораживаешь, и они, в принципе, не потеряют своих свойств. Даже если начинка есть. А там пончики с начинкой, в общем, я решила месяц с ней сахара. И когда решусь сахар кушать, тогда достану из морозилки пару пончиков съем. Ну, потому что сейчас не хочу. А там такие мы хотим большие наборы заказать. В общем, решила заморозить пару пончиков, проверить, можно их замораживать все-таки или нет. Вкусные они такие же будут после заморозки и разморозки. Кто пробовал, пишите. Такой фантанчик здесь красивый. Давайте разного возьмем. Баблгам, по-моему, был вкусный. Фисташка-малина. Я хочу фисташку. Давайте фисташка-малина. Еще бананы вкусные. Зашли, взяли пончики. Такие пончики классные. Это, кстати, выгоднее брать целый набор об 6 штук 890 рублей. А так 1,165 рублей. Еще коктейльчики нам делают. Это с настоящим пончиком сверху. Это с менянчиком, да? Вкусни. Две коробочки сами. Велико хочет фоткаться. А, ты сразу будешь пробовать? Конечно, приехали в будни. И, посмотрите, людей меньше. Все. Прелесть. Хотя погода-то уже очень хорошая. Здоровская. И кто-то будет есть пончики. А кто-то съел бананчик и все. Велико черничный, да? У меня черничный. Ушка прилипла. Вкусно. 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 Огонь. У всех разные пончики. И я такая тут стою. Вкусно. У меня знаете что? Водичка. Водичка. И бананчик. Два сила. Класс. Оно нелегко. Вода. Ну, тогда не надо. Это же оно переодеваться будет. И с равновесиями. Там даже помню... Не помню, кто вот говорил, что вот можно книгу еще класть. Да все так говорили. ЛФК или что там было, когда вот занимаешься. А еще все индуски ходят, ведра носят на голове. Ну, вот это чтобы ровная осанка была. Нет, это чтобы просто везти. В руках несут два. Чтоб три ведра сразу везли. Вонка хочет зайти в Харель. Чуть-нибудь себе посмотреть калетку. Ну, калетку. Сейчас уже лето, но что-то хочет нам, да. Ой, здесь столько всего красиво. Она хочет посмотреть летнее что-то. Милаш, а мы же тебе купили вот такие, мил. Что ты, Милана, тут нашла? Я нашла вот такой бутинь, что я хочу. Типа вот эта такая большая. Я хочу вот такую себе маленькую, радужную. Ну, потому что я хочу радужную, но такую вкусную. У меня только маленькую нашла. Это не пупырки, это какая-то. А что это? Ну, пупырки эти. Пупырки. Ага. Ага. Это за старье такое. Это типа вот так вот. Типа вот так. Ну, за старье. Я хочу вот такую, я хочу радужную, но большой радужи нет. Только маленькая радужа. Ну, возьми зеленую. Большую. Ну, да. Ну, хочет. Так, кстати, уже начались каникулы. Милан, ко всех поздравляю, да, Милана? С каникулами. Заколочки, смотрите, какие здесь прикольные. О, смотри, Милан. Не у всех мои по-другому начались еще каникулы. Маковки. Да? Ой, по шести. А у кого еще раз вещи не начались? Мне кажется, уже у всех начались. Нет, не у всех. У некоторых показателей начались. Ой, смотри, какие яркие, Милан. Да? Заколочки. Миленькие. Вот такие красивые у меня. Видимо, очень нравится. Ага. А мне вот такие вот яркие. Авокадо, ананасик. Так, что еще? Пойдем еще посмотрим, что тут есть. Угу. Ну, мы сейчас узнаем. Да? Обычница 199 рублей. И большая, и маленькая. И Анка выбрала в зеленом дереве. Класс. Ты довольна? Да. Грустящая. Очень. Угу. Она, наверное, может, и слиться? Да. Да? Да. Ну, все, пойдем. Вот какая она классная. Всем доброе утро. Посмотрите, какая красота. Да? Купили вчера пиончики. Они так быстро распустились за ночь. А были вот такие вот бутончики. Даже, даже еще поплотнее. Ну, вот так вот они классно распустились. Аромат стоит потрясающий просто. Как они нежно, красиво смотрятся. Очень красиво. И, кстати, аромат такой бесподобный. Так оно еще такое ароматное дерево. Красивое. Так, когда оно очень-очень захотелось шашлыка, но ты дома и нужно что-то придумать. И мы придумали куриный шашлычок на шпажках деревянных. Прям в духовочке. Очень ароматный, вкусный, нежный шашлык. Это филе куриное. И я сделала вкусный салатик. Тут перец болгарский, помидоры черри, кинза, свежий огурчик и редис. Сметанка, соль. И готово. Никакого гарнира. Вместо гарнира у нас салатик. Мы кушаем. Всем приятного аппетита. Он очень нежный, очень вкусный. Еще мне захотелось чая. Заварила себе зеленый чай с мятой. Зеленый чай с мятой. Мы забыли купить именно свежую мяту. Ну, в принципе, и так тоже пойдет. И сахара, конечно. И вместо сахара у меня все те же финики. Кстати, финики неплохие. Покупаю фикс прайсик. Прям неплохие. Нормально. 69 рублей, если не ошибаюсь. 200 грамм. Но сойдет. Особенно, когда хочется что-то сладенького. Вот. И я уже почти 2 недели, даже чуть больше, уже не ем вообще сахара. Вообще. Даже кофе пью без сахара. Конечно, ну, как бы я еще не привыкла к такому вкусу. Я знаю, что некоторые вообще кофе пьют без сахара. Но мне непривычно. Мне прям вот хочется, ну, хотя бы сироп добавить. Я еще корицу добавляю. И кофе вообще без сахара с молоком. Но я бы добавила хотя бы ложечку сахара или хотя бы сироп. Но пока не буду. Хочу вот месяц побыть без сахара вообще. Вот. Единственное, фрукты там. Вот виноград покупаем. Бананы, яблоки и вот финики. В общем, буду пить чаще. Чем-нибудь ключу посмотрю. И потом через полчасика хочу позаниматься. Практически каждый день занимаюсь. Силовые, я уже говорила там, занятия. По полчаса каждое занятие. Сейчас заниматься. Кстати, очень красивый костюмчик. Кстати, самое вот интересное именно вот эта кофточка. Ее можно заправлять, а можно вот так. Прямо костюм обалденный. Очень. И ткань такая тоненькая. Лика тут снимает. Такая тоненькая. Дай подойди. Смотрите. Сейчас я вам покажу поближе. Это не фокусируется. Конечно. Мои ногти ослепительные. О! Ткань потрясающая. Красота. Жду Лику, чтобы посмотреть зимородок. Пойду пока вытру обувь. На кухне приберусь. И надеюсь, что будем смотреть зимородок. Да, Лика? Да, мама. Точно? Да. У меня на степи санфинешь. Пусть. Сука. Пусть. Пусть.